Приветствую вас! Рассказик литературный, но как всегда поучительный, как всегда основанный на реальных фактах, понятное дело, литературно обработанных. Как его назвать еще не решил. Будет читать название видео, прочитайте. Рассказик обычный, житейский. Итак, начинай. Если бы Михаил писал мемуары, хотя, конечно, это сложно представить, что бы он писал мемуары. Всего-то работы. Ну, если бы, то, скорее всего, первонаперво, что он бы написал, что он родился после окончания Великой Отечественной войны. Ну, действительно, родился в 1946 году. Его отец действительно прошел, что называется, полвойны и выжил. Выжил. Вернулся в 45-м домой. Ну, в 46-м родился Михаил. Он старше в семье. Потом еще родились две девки, которые, лишь честно говоря, не излюбил ужасно. Не знаю. Ну, в принципе, в семье бывает, что дети не из себя мерятся. Хотя, в какой вы семье видели, чтобы дети постоянно ругались? Не бывает. Или постоянно дружили? Не бывает. Так и здесь. Да, были моменты, что он на этих девок убежал. И фост и рыбу. И были моменты, когда он не спасал, не защищал. Все было. Хотя, младшие сестры, они тоже его доставали. Опять же, возвращаясь к мифическим мемуарам Миши или Михаила для солидности. Если бы он писал дальше, наверное, он написал бы, что он родился в семье. Советский колхозник. Его родители, ну, еще в 30-х годах, записать с колхоз или их записали. И всю жизнь там трудились. Ну, понятно, дело, отец повоевал. Сами понимаете, война есть война. А потом, когда вернулся с фронта, опять работал в колхоз. Ну, а где это? Может быть, поэтому Михаил умел косить. Отец научил. Умел сапать. Мать научила. Умел даже доить корову, не удивляйтесь. Хотя, это не... Ну, явно не мужское дело. Мог даже, при необходимости, если надо, и голову скрутить. Курицу, если мать просила, чтобы споймать, да, суп. Это тоже. Мог трактор завести, завести с пол-оборота. Эээ, помощников на комбайне мог. Так, да все мог. Ну, сложно назвать такую работу в селе, которую Миша или Михаил не знал бы или юнее. А что осталось делать? Он же ж сын колхозника. Но если задать вопрос, любил ли он это, ну, думаю, он бы сказал, ненавидел. Сами подумайте, ну, молодой парень, даже не подумайте, ну, ребенок. Ему что хочется? Да с друзьями футбол погонять. Ну, там, сходить на стол, в конце концов, девок подоставать, соседняя, там, сказать, двора. Или еще что-то сделать. Вместо этого, это сделай, это сделай, вот здесь, вот это надо, а ты навоз вынес, а ты воду донес. Ну, работы много. Тем более, что действительно и мать, и отец практически постоянно были в колхозе. Там тоже работают трудные кварталы. Проходилось, Мишу грузили, что называется, по полу. Он же старшой? Давай. И за сестрам еще пригляни. Ну, бывали, бывали, конечно, моменты, когда Миша бунтовал и убегал все-таки. И, друзья, ну... Когда возвращался... Мать уже нажаловалась. Отец доставал свой фронтовой солдатский ремень. И... Да, да, да. Было дело, было. Да и отец говорил, это тебе, Миш, за дело. Чтоб суло ушел сама. Ну, а что? А что оставалось? Понятное дело, что Миша пошел в школу. В их селе была школа только четырехлетка, то есть четыре класса. Ну, еще когда, вот, ну, в начале... Понятное дело, было и большой контроль, а плюс, ко всему, ходишь в своем селе. А уже, когда надо было идти в пятый, ну, и дальше, у них в селе не было, надо было ходить в соседнее село. Ну, вообще-то расстояние не маленькое, почти пять километров. А что остается делать? Учиться же надо. Ну, как вы, наверное, уже догадались, первоначально Миша со своими друзьями решил всех обмануть. Ну, он же умный мальчик. Они с друзьями пошли в школу, нашли себе в лесочке, там, какую-нибудь, местечко, построил шалаш, шоэр, развели костер, на городе картошки подворовали, спекли. Нафиг это шко? Там же ж веселее. О, школя, ой. Но не ушли ни в той факт, что, вообще-то, ну, ежелесник, но лесник учуял запах костра, ну, пошел, подумал, ну, что-то, надо же разобраться. Пришел, увидел этих школяриков. Не-не-не, он не читал нотации. Он взял дрына, прямом, по-моему, это слово, всыпал как следует, ну, во-первых, потушили костер и гнал их в школу, прямом, по-моему, это слово. Пригнал, сдал их за очередь, ну, пошел дальше смотреть за лесом. Что ж вы думаете? Ну, вы, как, наверное, догадываетесь, скандал был большой, а директор еще позвонил по телефону в Селираду, сказал, что, ну, как это, ну, что-то, что-то. Так что, когда Миша пошел домой, ремень отца был наготове. Ну, после этого, конечно, Миша пудел. Ходить придется. Учиться не обязательно, отходить надо. Кто его знает, то ли учителя не такие были, то ли Миша не такой был. Ну, не нравилось ему учебу. Ну, может, человеку не нравится учеба, ну, может, или, в конце концов. Ну, так табличку вложения не освоил. Так что это Маслайд Павел? Тем более, понимаете, какая ситуация. Миша в школе как бы обжился, и у него была куча других дел, более важных, чем та дурацкая ученая. Никто, конечно, не знает, с каких времен пошла вражда между детьми разных соседских сел. А так как в этой школе были дети из разных сел, ну, это как бы сборная была от соседей. То, соответственно, каждое село защищало свою честь. Так что драки были каждый день. Причем драки были. Кто-то не то сказал. Что-то не так посмотрел. Что-то не то. Толком никто не мог разобраться. Ну, Миша, конечно. Таузан. Парень боевой. Да-да, были случаи, когда сюда он возвращался домой из побитой губой. Все было, все было. Ну, что вам скажу. Ругал ею, или отец? Да, поругивал. Но ремня не давал. Сам понимал, что это. Спокойно веков. Между селами постоянно. Траки, пьянки. Так что здесь ругай, не ругай. Дело жить есть. Ну, кроме такой школьной жизни, конечно, Миша с друзьями за туалетом покуривал то, что они могли где-то достать. Да, бывали случаи, отбирали у мелкоты обеды. Бывали случаи, за девчатами побегивали. Или от девчат, других пацанов побегивали. Все было. Учеба, конечно, не было. Конечно, знания Миши, если честно подценивали, тянули на твердый кол. Вы понимаете, учителя аж вселеумные. Они вообще-то понимают, что такие как Миша, там полкласса, если не больше. Если им ставить двойки, то надо оставлять на трагу. Потому что если им учатся, не. По этой причине ставили тройки и Миша, и друзьям Миши. И в конечном итоге, когда Миша закончил восемь классов, дали ему типа свидетельство с тройками. Иди ты, родной, куда угодно. Не приставай ты до лучшей мере советскую школу. Так что восемь классов закончилось. Миша захотел поступить в ПТУ, но в райцентре. На электромонтер. Почему электромонтеры-то? Черт, я знаю. Ну, просто так захотелось. Ну, конечно, по большому счету, ему хотелось с села свалить. Ну, уж очень надоело ему работать в советском колхозе. Ну и была идея. Сейчас ПТУ после восьмого класса. Там что, на завод пойдет? И вначале даже ее приняли. Так, какая разница? Что такое ПТУ? Господи, поможи, тупо лобовый лист. Брали все. Да и тройки Миши, никого не делали. Там такое добро самое было. Но, правда, возникла проблема, как жить. Одно дело, когда ты живешь в селе, ну, в родителей. Да, конечно, бедно в семье, очень бедно. Ну, советский колхоз, чтобы снимать. Нищета ужасная. Ну, ты как бы за стол всегда сесть можешь. А, это в райцентр. Стюпедию ему платили. Ну, такая копейшина, ее прожить нельзя. Брать с дома, ну, он-то ездил, брал продукты. Ну, брать-то особо-то нечего. Это ж, если бы у него отец был бы представителем колхоза, ну, да, ну, а у него работяга обычно. Так что, однажды, когда Миша приехал за очередной партией продуктов, отец его взял, поговорил по-мужски, не, просто по-мужски, и объяснил. Давай, Миша, бросай это гиблое дело. Работы тут немерено. Руки нужны. Но, надо дать должность, так и отец, наверное, был умным человеком. Он рассудил так. Миш, давай так. Идешь сейчас работать в колхоз. Помощник, механизатор, это вечная тема. Работать не переработать. Тем более, он, в общем-то, когда еще был подростком, он помогал и комбайнерам, и трактористам, и по этой причине он действительно знал, как трактор завести. И как на нем поездить? Правда, нелегально. И договорились, что давай так. До армии ты в колхозе поработаешь, потом пойдешь в армию, понятное дело. Но уже после армии завербуешься на какую-то стройку, поедешь в армию. Так и порешил. Так и порешил. По этой причине Миша Пытусую бросил. Пошел работать в колхоз. Ну, помощник, механизатор, механизатор это вообще. Ну, по всем документам он как бы считался несовершеннолетним. Но работал он, ну, как все. И если надо, и на тракторе, если надо, и ремонтировал, если надо, и на машине, если надо, и на комбайне. По этой причине, когда мужики на ТЭС садились пообедать, ну, понятное дело, наливали. Миша тоже наливали. Ну, Пашут как все, да, что там. Что там это, ну. Работящий парень, работящий. Что там это, считай дегутки. Наливай. Вот так вот и шла жизнь Миша. Не, не, конечно, дело, по большому счету, и на личном фронте случае, можешь как-никак. Работяга. У него даже невеста завелась. Такая девочка, что вот, уже он готов. Получилась оказия. Он однажды так захотел со своей невестой поговорить про строительство коммунизма в отдельно взятой точке вселенной. Ну, и повел ее в сарайчик. А отец этой девочки заметил. Ну, и чисто по родственным, как ломил Миша. Так что Миша действительно почти без штанов бежал домой. Бывает. Все уже здесь случалось. Не, ну, понятное дело, что случалось всякое. Ну, работал. Работал в колхозе, работал дома. А что ж. Да, подрастали сестры. Помогал родителям. Родители старели. Ну, надо же было как-то подумать. Родник. И уже действительно осталось ему до армии, что называется. Ну, осень должны были забрать. Он уже как бы и готовник. Он хотел в армию. Ну, понятное дело, как и положено. Все рассказывали, что он идет в десантники. Ну, кому ж? Куда такого молодца возьмите? Десантники, не десантники. Но кабанчика на всякий случай откармливали. Теленка не забили, тоже откармливали. Ну, хотели по-человечески отправить его в армию. Все-таки, ну, сами понимаете. Человек в армию идет. Ничего не может. Ну, и, в общем-то, да и мать, и отец понимали. Так что после армии кокосом не вернулся. Это охлаждение. Свалит в город. Так что тут уже... Эй, гулянь так. Резать поросенка, давай завежем и теленка. И вот произошло такое событие. Обычный летний вечер. Клубе давали танцы. То есть, другими словами, там должны были фильм показывать. Ой, название фильма роли не играть. Понятное дело, что собирается молодежь. Понятное дело, что после фильма, ну, танцы не танцы, а обжиманцы, встречи, полустречи. Ну, жизнь, жизнь. Типа, я говорю, ну, молодой парень, красавец. Миша! Ну, Миша пошел на танцы с друзьями. Там он постоянно ходил. Мама очень возмущалась, потому что возвращался он под утро, что называется. А, утро на работу. Молодый год. Пошел он. Ну, и все было, вроде бы, как бы нормально. Потом как-то что-то получилось. Ну, знаете, как оно бывает. Ну, понятное дело, пришли в кино. Понятно, Миша уже на работе принял. Плюс друзья пришли, достали там самого ончика. Они во время сеанса разлили разочек, разлили еще разочек. И третий разочек, ну, они же работяги. Ну, как же без этого? И вот, когда уже начались общения и беседы и так дальше, что-то там Миша вспомнил, что вот этот, что-то не такое сказал. Ну, соответственно, началась беседа. Началась беседа, переросла в то, вот, ты меня уважаешь, я тебя морду. Ну, а как вы? Это жжи. И, возможно, закончилось с тем, что один-одом по морде дали, если бы не появилось тут участков. А в них как раз, относительно недавно, в село назначили нового участка молодого. Вот где тут участковый, что называется, ну, старший Миша был, ну, лет, может, там, на пять, на три. Молодой, такой, рыбер. Ну, участковый, как положено, пришел, говорит, прекратите, а ну, расходитесь немедленно. Что это за безобразие? Как это может быть? Советская молодежь смотрит патриотически правильно советский фильм. И, пьяно в виде драк устроил. Непорядок, непорядок. Ну, дальше уже, знаете, следствие так и не разобралось. Кто первый начал? Ну, закончилось тем, что, ну, скажем, а так. То, что погон сорвали участкового, это чепуха. Но то, что глаз подбили. Ну, это уже да. Миша это сделал, или кто-то с друзей Миши сложно сказать. Следствие сказал, что Миша. Ну, понимаете-ка, ситуация. Дело-то, вроде бы, житейское, но по пьянике чего не бывает. Ну, подрались, ну, не досмотрели. Ну, вот, заехали в этом участковом. Ну, Миша уже даже домой пошел. Испел дойти домой. Ну, нет, точнее, не дошел бы. Где-то через пару часов подъезжает УАЗик. Малецест. И, участковый этот, с подбитым глазом. И там уже, ребята, ведь так. А ну, с нами. Загрузили в УАЗик и в райцентр. Этот участковый написал, конечно, заявление, что так и так. Вот. Молодой человек напал на предстоитие власти. Угрожал предстоитию власти. Нанес тяжкие телесные повреждения. Ну, дальше вы можете представить, что написал там. Ну, единственное, наверное, там не было слов, что он пытался повалить советскую власть и провозгласить капитализм. А дальше было все, что угодно. Ну, понятно, что по пьяни, Миш, наверное, что-то и выкликивал. Не совсем, как бы, так сказать, патриотическое. Скорее всего, там перепало всем. Советской власти, коммунистам и колхозам, председателям колхозам. Все было. Так, что попадает Миша в КПЗ. Сидит. Ну, конечно, мать напугалась очень сильно. Зарезали и поросенка, и теленка. И побежали там договариваться. И побежали. И просить этого участка, что он заявление забрал. И там побежали просить процент типа, ну, 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 чтобы вы сметесь пьяный. Ну, молодой парень, ну, пожалейте, да, что вы с него, да, как. Да кто его знает, что здесь сработало. То ли такая судьба Миши, то ли действительно участков попался вредный. А то ли милиция, ну, понимаете, в милиции шплав. А тут вообще принц. Четко видно. Вот преступник. Вот совершил преступление. Вот мы его взяли. Это ж класс! А тут! Короче, суд Миши дает срок. Три года. Ну, а как он тут? Нападение на представителя власти. Нанесение тяжких телесных. Ну, вообще, конечно, могли бы дать и больше. Три года это минимум. Это, знаете, они там типа говорят, ну, ладно, пускай три года посидит, остынет. Ну, поумеет. Не будет в пьяном виде милиционером. Поехал. Миша на зону. Конечно, если родители знали, что такое зона и Миша на зону, то может быть... Ой, не знают аж. Что бы они сделали, что бы это не допустить. Миша попал на черную зону. В Советском Союзе существовали две. Красные, еще называют сученными. И черные. Сложно сказать, где лучше, где хуже. И черная зона, там все по понятию. Так как Миша... Был никто, ничто. Первый ходок. Понятное дело, что еще на карантине подсел к нему такой, знаете, дюрки-прыбки. Рыцак. А они всегда такие партии. Побазарил. Поспрашивал. Когда уже с карантина Миша зашел в казарму, его как бы смотрящий пригласил. И рассказал ему. Кто такой Миша? Какое его место? Ну, как вы поняли, место у него Мужиковский. Понимаете, какая ситуация? Черная зона тоже есть план. Тоже надо работать. Но блатные не работают. Работают мужики. При этом Учет ведется по бригаде. И понятное дело, что мужикам приходится работать за себя и за того парня. Ну, опять же, бригадиры разные, смотрящие разные. Миша попал к такому беспредельщику, что дальше некуда. Мало то, что как бы пахал за троем. Если возникали какие-то нюансы, ну, к примеру, запретка. Надо к ЧИЗО Мишу. Вот это у него запретка, все показывают это. И Миша после смены к ЧИЗО на хлеб и воду. Привыл к вам это слово. Но, если блатные к ЧИЗО там греб, ага, ага, Миша не положит. Мать с последнего, конечно, посылки передавала. Куча бы не передавала. Между прочим, написала, что лучше не надо. Практически все блатные брали. Ну, и плюс ко всему, конечно, когда доходило дело до баланды, баланды тоже. Не всегда перепадал. Миша сильно исхудал, начались болячки, что-то болеть, что-то давить, что-то погибать. Он уже был, что называется, готов. Ну, тогда блатные его и подтянули. Что, ну, есть два пути. Или ты мужик, или ты за нас. За нас, это значит, надо просьбу выполнить. Первая просьба была несложная, а я пойти вломить другому. Третья еще какая-то. Короче, закончилось тем, что с трех он отсидел 5, добавили за плохое. А когда вышел, не, то можно поехать в него. Пошел заниматься тем, на что его выучили. соня. Потом была еще зона, и еще. Там же, понимаете, как? Вот он вышел, ничего нет. Да, есть адресочек, куда можно. Он туда едет, ну, там понятно, у человека, который вышел, грею положен, но не вечно. По этой причине недельку то погреет. А потом сразу так поработать надо. Что значит поработать? Это уже так или иначе ты идешь на дело, уже идешь по статье. Ну, хорошо, если сработали чисто. А если не чисто? А если не подошло? Да? Ну, кто его знает, может, если бы мастерство меньше было получше, али опыт получше, то и фарт был бы получше. Это бы явно не партнер. После первого срока он и год не отгулял, как опять попался, ну, это уже была как положено, краш. Все как положено, да, да, да. Получил он пятерочку свою, заехал. Вышел, опять погулял, это не до, опять заехал, там же больше. Потом обратно. Домой, знаете, даже когда умер его отец, он письмо получил, ничего не писал. Когда умерла мать, он он письмо получил, но он ее даже не точитал. Писали сестры, но не точитал. Это уже было что-то далекое, непонятное. Он уже был другим. Погоняло было, как положено. брата погоняло мужицкое. Вообще, он тоже блатным считался мужиком. Высокий постел не мог. Да, и какой с него авторитет, в конце концов. если что-то там поддержать, унести, поднести, поломать, выломать. это меньше, меньше. Ну, а, что-то, какой-то план. Нет, это не его. Так что, долю малую он, конечно, получал, ну, именно малую. по большому счету, даже когда исчез Советский Союз, профессия Миши не поменялась. термыш в Украине тоже почему бы не посидеть. Так что, причем, да, 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 термать для него как добрый. Может быть. Если другие может быть шарахались, как же тебя сдержали. КПЗ, СИСО, ЗОНА. Даже был такой нюансик. Ну, очередной раз я там хлопнул. Он просил следака, давай я быстро подпишу, чтобы быстрее суд, и я поехал. Не, я серьезно. Причем, даже когда следак сказал, ну, может быть, глухаре, вы сможете, раззерить. Он понимал, ну что, рецидивист. Ему все равно влепят там от души, от силы десятку. Однозначно. Что-то там больше, меньше. так что действительно насчет этого подписал, не жалко. Суд вообще был гениальным. Привезли его, ну, как положено, СИЗО, зал суд, на суд, ну, и там, естественно, привратки, типа, задержан. И, дальше уже подходит его адвокат, ну, государствен, адвокат положен, и говорит, знаете, вот тут судья, сейчас спешит, если вы не возражаете, давайте так, говорит, вот, да, прокурор 10, ну, давайте 9 лет, и, ну, люди не возражают. Суд закончился. Ну, адвокат пошел, через полчаса принесли Миша уже решение суда, все всеми, как положено, там, вступлениями, заступлениями, последним словом, первым словом, все есть. Быстро! Поехал на зону. Поехал на зону. а что? Жизнь? Хотите, конец? Знаете, конец там очень обычный. Даже скучно. вот это вот, когда ему дали 9 лет, прохал на зону. Да, как всегда, уже все равно и все понятно. в карантине он уже начал хворать, по этой причине, ну, с карантина его на больничку. Ну, что на больничке? Кто-то его будет лечить. Грела у него нет. Ну, блатными его называть сложно, хотя, по этой причине, там, лепила его, три дня подержал и вправил в отряду, не выделывался. А тут как раз осень, холодно, в отряде не топят. Вообще, там, в зоне отопления, какого не работали, по этой причине грели воду и бутылка с горячей водой уложили, чтобы это свориться. Ну, Миш тоже пытался, но дело, когда ты был одной, то тебе там, а тут сам. Понятное дело, что на баланде сильно не поправишься. По этой причине, когда Миша умер, ну, сразу не заметили. Умер так он. Потом уже, типа, тряс троица, он никак не встает. Начали толкать все. Загорел Миш. Скорее всего, сестрам сообщили, что он умер. Не положено. Похоронили, как положено, по инструкции, то есть, никак. Не стало больше Миш. Такая вот история литературная. Но реально. Благодарю за внимание.